Всем доброго времени суток. Сегодня мы берем интервью у игрока команды Вегас Квадрон Паши, который хорошо играет. Привет. Привет. Как настроение? Привет. Настроение хорошее. Солнце светит, птички поют. Пятница. Все замечательно. Как доехал? Доехал. Доехал быстро. МКАД зеленый. Очень быстро сюда доехал. Очень рад, что нигде не стоял. Ну давай тогда сразу к делу. Поздравляю тебя с победой на ESL. Спасибо большое. Расскажи мне, как все прошло? ESL? Ну, все прошло довольно-таки хорошо. Ну, мы, не сказал бы, что мы ожидали того, что произошло, но мы к этому как бы готовились, к этому стремились. Где-то было неожиданно легко, где-то было неожиданно сложно. Ну, в принципе, мы с этим справились и получилось то, что получилось. Очень довольный результат. А понравилась мне организация турнира? Организация? Ну, с одной стороны, да, и с другой стороны, там были небольшие косички, как я считаю. То есть были примитивные, ну, были проблемы с едой какое-то время, нас кормили чипсами. Ну, это, блин, ну, сразу видно, что они как бы и готовились, но, может, они где-то просто не успевали, что-то там времени не хватало. Ну, а так вообще как бы люди старались. Организаторы турнира видно было, потому что постоянно что-то они предлагали, что-то новое, что-то от себя. Где-то там звали, что-то где-то им помочь, чтобы нам, наоборот, было проще, что-то шли на уступки. То есть, ну, в принципе, в ESL прошел хорошо. Ну, и самое главное, то, что мы жили рядом с местом проведения турнира. Это самое главное. Ну да, это удобно. Расскажи, какие чувства вы испытывали после победы над Team Secret? Ну, вообще, у нас был план, мы обсуждали всей командой, но больше инициатором был Леша, Ака Соло. Мы хотели, когда выигрываем, ну, выигрываем в Secret, у нас еще до игры с Secret был план, вот сейчас мы их выигрываем, и никаких эмоций не показывают, то есть встаем, каменное лицо, покерфейс, такие, как будто никаких эмоций. Мы такие, да, да, давай так и будем делать, все, договорились. Ну, и сорвал все, собственно, я. Я что-то психанул, сорвался, такой, ааа, зарал там на весь зал. А потом смотрю налево у всех покерфейс, и я, получается, что их подставил, я такой, блин. Ну, я реально тренировал этот покерфейс, такой, серьезный, такой, должен был встать, такой, на уши снять, такой, смотреть там в зал, туда-сюда. Ну, реально, это не эмоции, которые испытываешь, когда, мало того, что выигрываешь турнир, выигрываешь крупный турнир, первый раз в своей жизни что-то похожее испытываешь, ну, что-то испытываешь в первый раз в жизни, и реально не смог контролировать свои эмоции, и, ну, получилось, что получилось. Ну, я думаю, это не такая уж серьезная проблема была. Нет, это, когда мы выиграли Secret, проблем уже не было, просто не так эффектно получилось, как мы хотели. Расскажи поподробнее об играх, как вам удалось победить Team Secret? Ну, Team Secret, ну, соответственно, мы к ним готовились, хоть мы и понимали, что, скорее всего, они будут только в финале, факт, что мы до туда дойдем, но, тем не менее, как бы, на скорую руку что-то там посмотрели, поискали, примерно поняли, чем они играют, и для себя осознали то, что то, что они пикают, то, чем они играют, нас вполне устраивает, то есть нам против них играть было довольно-таки комфортно. И даже во второй игре, в которой мы вроде бы слили в мясо, мы просто сделали одно неверное решение во время игры. Мы посчитали, что лучше пойти в хард в той игре, хотя Пупи и последним пиком Козыном явно намекнулся, что нам там делать нечего, что мы должны сваливать оттуда и даже туда не приходить. Ну, мы как настоящие русские ребята, с огромными яйцами, сверли в победу, пошли в харду, и нас Пупи там мучил играть в эту игру, ну, и, собственно, вот эта игра на этом и закончилась, в принципе, старались. Ну, а в третий, ну, в третий уже было все более-менее по плану, как мы хотели, то есть ничего, никаких сюрпризов, было играть удобно против них, и, собственно, выиграли. Тогда ответь мне на такой вопрос, почему тебе перестали брать Пейла? Ой, слава богу, его перестали брать. То есть был момент, когда мы его брали, брали в последней стадии обычно, и, как бы, ну, я считаю себя человеком, который довольно-таки хорошо играет на этом герое, но мы из-за того, что очень много на нем начали выигрывать, мы его закинули у себя в голове в разряд неситуативных героев, то есть это как гирокоптеры и так далее, то есть ты его просто берешь и, как бы, выигрываешь, никаких проблем. Хотя, по сути, Пейл считается очень ситуативным героем, и так вот на ФП его брать, скорее всего, нельзя. Ну, мы в какое-то время выигрывали, когда брали его на ФП, а потом у нас резко перестало получаться. Ну, и в такие моменты, когда у тебя резко перестает получаться выигрывать с каким-то героем, нужно просто резко убрать его из стадии драфта и перестать на нем играть, и убрать что-то новое, потому что зацикливаться на таком очень сложно. То есть, ну, ты... Ну, это просто разумие человека, который, ну, мысли человека, который сидит на пике. Вот ты играешь с каким-то героем, у тебя с ним получается, получается, а потом в фигах у тебя с ним перестало получаться то есть как бы ты его не пикал несколько игр подряд с ним проигрываешь проигрываешь ну и соответственно сразу же в голове откладывается так у нас не получается его лучше не брать ну может быть где-то еще будем его убрать ближайшее время но все по ситуации как бы здесь получится если будет подходить поддрафт возьмем нет то есть получается что это не тебя обвиняли в том что вы не можете выигрывать на пейли и поэтому отдавали паэла ну ну а тебе шторма нет как раз таки в те моменты в те игры у нас напали вы получалось хорошо просто ну так получалось по драфту то что были моменты когда очень удачно можно было свапнуться мы подсмотрели это вообще фишку фнатиков мы играли на буткемпе мы играли перед интернешнл уже там все это ли там играли против натиков там уши очень любил ходить в мид персонажами первой позиции как паэла антимаги мы у него эту фишку сперли потому что ну по сути как мы тогда играли паэла очень хорошо стоял против клопы как у нас тогда было то есть он там дожил все подряд до паэлгангера собирал итемы на драк ушел и выиграл в игру и соответственно если в этом же пике когда можно поставить паэла в мид есть какая-то опция что в харде будет легко что в харде не сильно напрягающий персонаж и можно взять какого-то керри шторма то почему бы его не поставить потому что по сути своей шторм если грамотно все сделать грамотно реализовать шторм слегка вынесет больше чем с мида это при любых обстоятельствах практически вот мы начали это пробовать сыграли получилось так же мы сыграли с антимага у нас был сюда бас антимага в миде тоже это было довольно таки ситуативное решение но но у нас опять же получилось это в принципе вот эти мобильности по пикам это и нам плюс и соперникам сложнее адаптироваться подать потому что когда они ты видишь все-таки уже как ни круче а игра строится не так как они планировали на стадии драфта и можно приходится принимать какие-то решения во время игры а такие хаотичные решения не всегда получать правильно тогда расскажи какого героя ты бы хотел отточить также как по его может быть элдер титанов почему ну не знаю на самом деле кого героя не ну в принципе я пытаюсь подглядывать за мир окном мне очень интересно как выбирать на антимаге правда я смотрю реплеи его официалок я смотрю его игры в пабликах вообще слежу за него антимагом пытаясь поднять до такого уровня потому что сейчас мир окол в плане европейских не наших не совершен китайских игроков миркл лучше кто исполняет на этом герои и у меня вроде бы и появились какие-то успехи вроде бы начал понимать как он играет что он делает что я делал до этого не так но единственная беда в том то что я не всегда вижу его в текущей мете потому что в этой мете есть думы в этой мете есть всякие тускары полонары очень часто всплывает это очень жирные персонажи которые которых вот так вот спокойно там нафармил бф манту и пошел драться тут уже так не прокатит то есть обычно этого хватало вот этой манты что ты уже хоть как-то можешь хоть какую-то пользу хоть какой-то импакт вести в драке то сейчас такими жирными героями тебе как минимум еще два слота нужно чтобы по число то сделать и поэтому антимаг опять же не знаю monkey business умудряются играть с антимагом не парить беря его не парить берут его первой стадии и в первом или во втором пике у них это получается они молодцы мне чтобы такое реализовать по ходу нужно еще время ну или хотя бы чтобы мы смогли как-то может скопировать как стиль игры потому что у нас с антимагом получается не так хорошо как хотелось бы вот рачок я на нем но я учусь учусь стараюсь ты упомянул дума и твое мнение надо ли его нерфить ну думал тут как бы история такая что ну вроде бы герой и да немножко стал им баланс на в какой-то степени но опять же герои как бы он ну и мы не прибавили там 3000 хп ему не сделали руку там 500 там и так спит 05 ничего такого ему не сделали то есть да он стал в какой-то момент жестче если команда прекрасно понимает как с этим думам играть обычно дома сейчас берут с первой стадии соответственно ты уже сразу когда игра начинается ты понимаешь что я играю против дума если команда не пытается страдать хернёй и цей направленно строить свой пик с акцентом на то что они играют против дума где-то как-то ему не давать что-то делать чтобы в драке проще его было убивать чтобы ему было сложнее как-то себя реализовать если не будет такого что они там просто берут дефолтный пик дайма насрать на думать что не придумаем есть такого нет то выигрывать довольно таки ну нелегко но выиграть можно а если вот опять же ты вот да думай дум ладно давайте возьмем тем что играем насрать то в таких игрок обычно дум бегает 50-0 и ты ему ничего не можешь сделать и он спокойно выигрывает игру а как думаешь кого стоит оплыть следующий элдер титана лучший герой на свете и чтобы ты ему добавил ну надо чтобы скрипал него по 40 армола по 40 дамага прибавлялась за героя по соточке чтобы криты были встроены и сплэш как у свена идеально быть лучший герой закончим на этом всем героями и перейдем к предстоящему мажором вы готовитесь к мажорам да конечно готовимся у нас каждый день к вешке даже сейчас запишем это интервью поеду играть к вешке к вешке официалки плюс скоро будет буткемп в начале ноября если не ошибаюсь каких-то там числа таких близких может 4 5 числа может пораньше плюс-минус неважно все это да будет буткемп опять же будем опять играть сидеть стараться ничего собственно будем делать так чтобы поездка во франкфурт оказалась никак не как туристы не в позиции туриста как игрок который как игроки которые смогли дойти хотя бы до полфинала был уже неплох хотя и финал тоже то есть это твои ожидания от турнира да вот пройти хотя бы ну у нас беги не знаю это лично мое мнение я лично наблюдал и участвовал во всех играх наших кланварах и кланварах и я понимал что если мы не творим всякую фигню ненужные смерти и нужные мувы если ничего этого не происходит игра идет чисто по нашему плану как мы хотим изначально то мы можем обыграть чуть ли не любую команду как я вижу максимум максимум команды только который мы может быть там как-то будем не подготовлены я не знаю допустим вот мы подготовились к одной команде мы сыграли как мы хотели мы выиграли мы сыграли ну подготовили что мы играем с этой команды мы опять не подготовились и выиграли то есть если не происходит ну просто нет это понятно то что в такие моменты происходит практически всех команд то есть тут где-то сдох кто-то предложил сделать какую-то херню все согласились пошли сделали все сдохли отдали рошана кому-то это есть но если свести это на минимум то мы можем много как я считаю и я надеюсь у нас это будет получаться в предстоящих турнир кого ты считаешь самым серьезным соперником на предстоящих мажорах виртус про очень боюсь виртус про там сережа играет он жесткий очень брагин битраст если бога нет то кто играет виртус про а с кем бы хотелось сыграть тоже с вертус про не сыграть не хотел бы не на самом деле если без шуток то сколько у нас ну в по это та команда которую мы не хотели бы играть пытаемся избегать потому что как бы снг дерби такое когда команды играют на разных уровнях кто-то сильнее там не знаю кто из нас семей на самом деле может они может мы это все неважно но когда уровень примерно одинаковый когда играют два снг коллектива идут постоянные драки идут постоянный макс по всей карте это сто процентов потому что это снг мы по-другому не можем и вот в этом мясе 5 на 5 уже на третьей минуте на миде то есть но это уже больше похоже на рулетку на самом деле эти снг дерби при равном уровне игры то есть все дерутся все дерутся и в результате вы горит тот кто быстрее нажмет кнопку и не знаю для меня это так выглядит лично для меня касательно других команд как ты относишься и что думаешь насчет конфликта годдема и но что бы там ни произошло я всегда с дуатом за годдана дуат мой хороший друг мы с ним давно очень знакомы раньше играли вместе в команде даже причем приличное время и не значит говоришь я не понимаю не мечтать губам в общем дуат очень клевый парень я себя за него болею 2 лучший я не знаю что у них там произошло это что-то не поделили где-то там кто-то на кого-то по-любому кричал кто-то сказал и получилось то что получилось ну нельзя судить людям которые не понимают что там происходит и не участвовали в этом конфликте лично я даже тоже не понимаю что там произошло только по слухам там что-то не поделили но кто бы не был виноват получилось то что получилось и это неудачно я считаю сложилось потому что это были квала на мажор нужно было стараться нужно было указываться сто процентов и то что эмоции взяли вверх в каком-то моменте это конечно плохо но все случается раз уж мы берем или косточки всем командам может быть обратимся к твоей как охарактеризовал игроков своей команды двумя словами себя у нас будет батя игры потому что батя чтобы никто не говорил про нашу команду семян всегда батя вова будет сейчас придумаю молодой задрот будет молодой задрот андрюха будет человек-паук очевидно ну а лёша будет лёша будет просто гениальным координатором а как же ты я просто балласт балласт игры а расскажи о своем нике как как бы ты объяснил его англоязычным фанатам которые не совсем понимают что он означает пусть бы для них будет что я пасах хорошо играю как и всем гнушают меня на это ними как будто скоро убирать конечно это мат конечно этот возраст если правильно говорят надо убирать это окончание я выберу просто ну да просто его уберу поэтому могут не заморачиваться его скоро уже не будет я вот так решил и у тебя уже есть какие-то задумки просто пашу буду просто уберу конец это потеряешь свою харизму у меня все нормально ну хорошо у него же просто мама говорит она из меня болеет говорит пашу дедкисар пашу ну чё это такое ладно тебе было 15 лет а тут как бы он уже лог 23 этот вопрос задавался всеми задавался часто задавался уже на протяжении многих месяцев когда ты начнешь стримить тут система простая я выиграл esel я выиграл esel я я выиграл бабки бабки приходят через два или через три месяца компьютер стоит деньги деньги равно бабки чтобы купить компьютер нужны бабки которые придут с esel которые приходят два или три месяца если сложить все что получилось хотя что я сейчас и сделал получается что ближе к зиме я начну снимать я думаю все теперь наконец успокоиться на счет и будут терпеливо ждать зимы мы сейчас проведем небольшой блиц-запрос поэтому готовьте отвечать сразу то о чем ты подумал первые твои твои хобби фоткаю ноги на турнир твоя любимая еда макчикен обожаю ну я макдональдс очень очень люблю но есть макчикен это лучшее что сотворили на этой планете соглашусь с тобой полностью твоя любимая группа you make it sexy boys любимый фильм достучат в небес как проводишь свободное время играю в дота расскажи парочку историй которые произошли на esel веселых или не очень ну был момент но эта история была не со мной я болел реально когда мы выиграли секретов не было гола очень я вообще весь турнир болел у меня был очень жесткий кашель не было хреново получилось выиграть а так вообще в последний день когда я сидел в номере они пошли гулять ну моя команда пошла гулять по городу ну будем искать что они будем верить что они гуляли ничего еще не делали ну и собственно дорога домой был момент когда они шли все толпой в сторону отеля и они проходят какой-то темный переулок и там вот стоят эти вот американские загорелые люди загорелые то есть ну как этот фильм их представляете там боевики то есть америка темный переулок поэтому какие вот с цепочками со всем этим таки стоят такие жесткие и все-таки ну все лёша видит ну как он говорил что лёша видит всех этих людей говорит типа блин пойдемте пойдемте отсюда быстрей 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 давайте обойдем и андрюха макси пенко такой да не давайте пойдем чё такого все все нормально и ждать и пытался ворваться к ним ну короче его отговаривали все говорили что блин давай отсюда уйдем ну что дадут сделают больно андрея пошку чуть не встряли вы ждать и кстати они ходь его оттуда оттаскивали как я понял он все пытался против пробиться да хорошо естественно него тащили дурачок очень ласково ну я бы сказал по-другому но к сожалению не буду вот ну не знаю история с селом было прикольно когда короче неважно здание которым мы играли параллельно с дотой проходил забыл это слово рестлинг проходила рестлинг и был вход один общий для дотеров и для рестлеров соответственно рестлеры там в течение дня приезжали там на машинках и стояла огромная толпа возле входа была такая небольшая там дорожка такая было все огорожено было куча людей все ждали рестлеров ходили за машин все орали там были женщины рестлеры мы даже их видели прикольно выглядит слава богу в одежде за одежде страшно вот и там был момент когда мы стоим что курим на улице не помню с кем курим 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 идем в сторону коллевой дорожки все начинают резко орать прям орую прям аааа вся толпа там было человек 200 если больше не знаю все резко начинают орать все смотрят мою сторону приблизительно я думаю не жили по мне что за фигня здесь происходит вообще не понимаю такой думаю ну ладно пофигу пусть орут делаю такой же вальяжный поход такой белый язык а потом понимается что сзади стоит какая-то двухметровая фигня огромная такая мускулистая такая орёт на камеру вообще ему орут оказывается я такой грустный я думаю это мне меня толпа встречает оказывается дурацкий ну я думаю у тебя на мажорах тоже будут встречать криками ну не знаю да мне нужны мне эти крики ну чтобы просто там тихо болели где-то и просили расписаться на стене просили как-то не спрашивали как пробиться фиберспорт и это тоже намек вот не спрашивали не знаю ну вот есть новый вот такой вот герой я вот придумал комбинацию с ним что думаешь по этому поводу не на ребят как бы вся эта инициатива это конечно хорошо но вы поймите что вас таких инициативных очень много очень много так что не обижайтесь на него да потихоньку начинает плавить то есть когда ты прочитал вопрос там тебе стало интересно ты ответил когда ты понял что вопросов штук 40 и еще 40 других и еще 40 других то соответственно тихонько начинаешь вставать поэтому если пишите что-то пишите как-то попроще не надо мне запрашивать мне обычно давно просили написать свой никнейм в ней с точки сфоткаться сделать селфи и оправить человек это самое странное что тебе писали ну не помню что более странно допустим вот он хотел чтобы я сфоткался и отправил на фотографию и ты не сделал мне очень стыдно но я это не сделал потому что я ненавижу фотографироваться больше всего на свете фотографируется спасибо за интервью было очень интересно общаться кому-то хочешь передать привет я хочу передать привет всем нашим болельщикам кто за нами следит те кто в нас верит спасибо вам большое что вы есть очень приятно что вы за нами следите и переживаете дети с нами своей энергией хочу передать также привет организации в которой я играю организации яга соответственно алексею директу этой организации спасибо тебе большое за то что забрал нас к себе я верю что у нас все получится ну и спонсору также организации нитроген хочу передать привет им вот ну и хочу привет своей семье который за меня болеет который не переживает которые с интернет что нужно следить за моей деятельностью скажем так который смотрит даже вот несмотря на то что игры у нас особенно которые в америке там по нашему времени там 23 часа ночи они смотрят переживают мне это очень приятно спасибо вам большое спасибо паша спасибо